Магнитка оценила свои возможности во Дворце спорта имени Ивана Рамазана. Прошел третий международный предсезонный турнир по баскетболу Кубок МГТУ. В домашних матчах магнитогорская студенческая команда сразилась с Тобольским нефтехимиком, Челябинским Динамо и Кустанайским Тоболом. Как это было, расскажем в нашем сюжете. Этот предсезонный турнир и памятный, и разминочный одновременно. Он посвящен юбилею заслуженного магнитогорца Ивана Рамазана. Для нашей баскетбольной команды это шанс попробовать свои силы и доработать технику игры перед главным событием – чемпионатом высшей лиги. Цели они ясны. Любой команде нужно наигрываться, чтобы не сходу начинать чемпионат, обыгрывать какие-то схемы, смотреть кто как готов. Для нас очень важно, потому что у нас практически нет игроков с опытом игры высшей лиги, как мы будем смотреться на их фоне. Команду мы добавили двух-трех человек, и получилось, что вот такая команда. Она не совсем опытная, молодая, но я думаю, что самое главное для молодых – желание расти, развиваться. Стартовый матч магнитка «Университет» провела с командой «Табол» из казахстанского Кустаная. С самого начала игры наши баскетболисты сразу показали себя хозяевами положения. Первый мяч в корзину соперников забросил 11-й номер – Дмитрий Холгунов. На протяжении трех четвертей удача сопутствовала студенческой команде. Если в первом периоде разрыв в счете составлял 6 очков, то в третьем уже 18. Игрокам очень помогли и поддержка заядлых болельщиков, и правильные наставления главного тренера. Но вот это движение, давайте, пятый выходит, отсюда вниз и атаки. Да, 51 начнем, 51 защита. Вот это вниз обязательно, потому что мы не успеваем здесь фугуру. Давай, давай, давай. Давай. Раз, два, три. Магнитка. Мне кажется, играя на хороших скоростях, мы должны сейчас дожать соперника и выиграть. Соперник хороший, есть мастеровитые игроки, есть и молодые. Некоторые ошибаются, некоторые нет, но посмотрим, что будет. Последняя четверть игры выдалась самой напряженной. Несмотря на это, магнитка университет выиграла у Табола со счетом 82-79. Однако в двух последующих матчах с командами «Нефтехимика» и «Динамо» повторить успех не получилось. По результатам трехдневного турнира магнитогорские баскетболисты заняли третье место. Лучшими игроками признаны Иван Дудник и Дмитрий Лагунов. Дарья Арзамасцева, Андрей Костиков, Александр Гузнов, информационная служба, медиагруппы «Знак».